Здравствуйте! Вы смотрите районные новости в этом выпуске. Конкурсы, путешествия, обмен методическими наработками. Конечно, у нас интерес свой. Детей сделать более разносторонними в плане общения, в плане участия в мероприятиях. В Гасталинской средней школе в режиме видеоконференции обсудили планы на 2024 год с подшефной школой из Волновахского района ДНР. Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы знать. Я чувствовал страх и боль, потому что сострадание, боли. Потому что я очень не хочу, чтобы такое повторилось в нашем деле. Накануне в Талской школе-интернате прошел открытый урок, посвященный теме Холокоста. Как купить билет в лето всего за 2500 рублей. Важная информация для тех, кто уже планирует отпуск. А еще реализация программы формирования комфортной городской среды в Талском районе за последнюю пятилетку. О важном и интересном выпуске. Плюс 304 общественных и свыше 1100 дворовых территорий благоустроено на Ямале за минувшие пять лет в рамках проекта формирования комфортной городской среды. К примеру, в Муравленко открылся обновленный центральный парк. В Таркасале парк здоровья. Меняется облик и поселение Тазовского района. Только с 2020 муниципалитете в рамках проекта было благоустроено 11 общественных и 19 дворовых территорий. Тему продолжит Юлия Гурьянова. В мае 2023-го территория около дома номер 16 по улице Заполярная. В ближайшие месяцы заброшенный пустырь ждут большие перемены. Он станет новым местом отдыха тазовчан – сквером школьным. Этот объект стал в районе 30-м по счету благоустроенным с начала 2020 года в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Плюс 7 благоустроено в 2019-м. В общем, это все наши скверики, которых здесь давным-давно не хватало, которые необходимо было бы обустроить. Наиболее значимые места массового пребывания людей, где люди могут, граждане наши, находиться с детьми. Гости поселка приезжают, находятся тоже тут, потому что Тазовский все-таки районный центр и массовое скопление граждан, гостей здесь. Но проекты у нас реализуются не только на территории поселка Тазовский, также были реализованы общественные пространства в селе Находка, Антипоюта, Гыда. Кстати, самое северное село района стало лидером по количеству благоустроенных дворовых территорий – 11 – из крупных общественных площадь перед сельским домом культуры. В Антипоете также была облагорожена центральная площадь. В Тазовском сразу несколько крупных объектов. На Престанской новая площадка здесь установили игровые элементы для детей, плюс безопасное резиновое покрытие и ограждение. Сквер авиаторов там положили тротуарную плитку, установили тематические стенды с портретами летчиков, декоративную стелу, на ней рельефная композиция с изображением команды летчиков. Также в рамках проекта «Комфортная среда» была обустроена площадка у памятника в ауле Пейтомину. Вид на реку, которая открывается с этой точки, уже давно оценили и гости поселка, и сами жители. О названии сквера «Молодожена» говорит само за себя. Здесь не просто гуляют, а делают эффектные фото. Проводят выездные регистрации брака. Начиная с 2021 года, объекты, которые будут благоустроены, в рамках проекта выбирают сами жители. Последние два года Ямал входит в число регионов-лидеров по количеству северян, принимающих участие в голосовании. Выбор общественных территорий проходит у нас на портале методом всероссийского онлайн-голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сайт проекта «За городсреда.ру» на территории региона 89.городсреда.ру. То есть граждане могут свое предложение там разместить и в дальнейшем проголосовать. Голосованием прошлого года был определен новый объект. Он появится в Тазовском в районе православного храма. Изменится внешний вид надписи с названием поселка. Будут установлены малые архитектурные формы, обустроены дорожки, а работы запланированы на лето. Юлия Гурьянова, Анатолий Чернышев, Студия «Факт». 25 тысяч льготных авиабилетов купили многодетные ямальские семьи в прошлом году. Это на 15% больше, чем в 2022. Чаще всего льготой пользовались жители самых больших городов региона Салихарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска. Например, из газовой столицы северяне чаще всего летали в Москву минеральные воды Сочи и Тюмень. Напомним, стоимость одного билета для ребенка из многодетной семьи всего 2,5 тысяч рублей. Льгота распространяется только на рейсы авиакомпании «Ямал». Приобретать билеты необходимо на официальном сайте авиакомпании или в кассе. Для покупки ненужных справок о принадлежности семьи к льготной категории, онлайн-сервис «Авиакомпания» обращается к базе многодетных семей «Ямала» и определяет право на льготный тариф автоматически. Количество доступных маршрутов постоянно увеличивается. В 2023 году в сеть льготных авиамаршрутов включили направления Салихард-Казань и Надым-Минеральные воды. С этого года ввели два новых направления в Омск из Ноябрьска и Надыма. Мера поддержки актуальна для жителей. Ямала в округе каждая третья семья является многодетной. Уточним, что льготная программа позволяет достигать целей национального проекта «Демография». На связи ДНР в Госсалинской средней школе в режиме видеоконференции провели встречу с коллегами из подшефного Ямалу Волновахского района. Педагоги обсудили программу взаимодействия на 2024 год. Это и конкурсы, и обмен методическими наработками, и большое путешествие на Крайний Север. Детали сейчас. На связи Хлебодаровская школа. В голосе педагогов и той, и с другой стороны чувствуются нотки радости. Дозвониться удалось с первого раза. В повестке сегодня восемь вопросов. Это дружественные предложения, идеи и будущая программа взаимодействия с подшефной школой на 2024 год. Мы предлагаем вам, если Альмира Айдаровна больше работает с детьми, и конкурсы, мероприятия такого воспитательного плана, то я предлагаю в этот раз поработать с педагогами школы. Причём педагоги и начального уровня, и средней школы, и основной школы. Важно. У педагогов подшефной школы тоже появится возможность продемонстрировать свои новаторские идеи в методической работе. Если связь есть, если в этих школах будут, пусть даже видеофрагменты уроков снимать, потом мы будем комиссии, например, те же видеофрагменты просматривать, а наши педагоги будут заявляться очно, то есть комиссия будет ходить на уроки вот уже в очном формате. И потом можно определить победителя. Мы замотивировали наших педагогов. Я думаю, мы ещё замотивируем педагогов Хлебодаровской школы, Димитровской. Всё будет замечательно. Среди предложенных для реализации проектов не только мероприятия для учителей, но и для школьников. Если говорить о конкурсе чтецов, то он предполагает под собой представление на конкурс видеозаписи, исполнения, стихотворения. Первая часть – это в феврале мы планируем запустить блок-конкурс стихотворения о зиме. В апреле, в начале мая у нас будет следующий блок – это стихотворения о весне. Первое очное знакомство с Хлебодаровской школой произошло весной 2023 года. С тех пор коллеги двух регионов проводят онлайн-встречи, делятся своими наработками, педагогическими идеями и находками. С отправной точкой получился именно тот момент, когда делегации школ приехали в наш район, когда мы увидели друг друга, когда дети увидели детей, и тогда пошло. И, конечно, у нас интерес свой, да, то есть вот детей сделать более разносторонними в плане общения, в плане участия в мероприятиях. Он понимал, что он работает не только на себя, не только в своей школе, его видят учащиеся районы и даже других достаточно отдалённых школ. В этом году тоже планируется организовать визиты детей и педагогов из Волновакского района. Предполагается, что это произойдёт в феврале. Программу обещают сделать насыщенней. В этом году мы тоже всё-таки объявили его как фестиваль «Мы вместе». То есть мы также от концепции сплочения и общих действий отходить не будем. Но постараемся раскрыть нашу школу и нашу территорию немножечко в других форматах и действиях. Планы такие же примерно, как и в прошлом году. Но всё же основные моменты – это на очные мероприятия, на работу с детьми в рамках очных мероприятий, а всё остальное уже потом. У небольших поселений большие планы на будущее. И обе стороны уверены, что все задумки воплотятся в жизнь. Анастасия Голанова, Максим Ипишин, Студия «Факт». Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы знать. Накануне в Тазовской школе-интернате прошёл открытый урок, посвящённый теме Холокоста времён Второй мировой войны. Сотрудники районного дома культуры в необычном формате рассказали детям об этой страшной трагедии. Первый этап – это когда дитя пришёл в власти в 1933 год и до начала Второй мировой войны в 1939 год. Лица школьников в эти минуты серьёзные. В глазах видно сожаление. Это открытый урок памяти жертв Холокоста. Восьмиклассники знают, что он важнейший и трагический этап в истории СССР и мира в целом. Надо же знать историю своих предков, что было до нашей эры, что было до рождения людей. Урок ведёт Николай Шубта, сотрудник районного дома культуры. Он в прошлом педагог. Около пяти лет проработал учителем истории. Его идея в первую очередь – заинтересовать школьников через частные истории тех, кто пережил нацистские лагеря смерти. Такой формат, по мнению бывшего учителя, не просто цифры на экране, а попытка через чувство показать, какая трудная жизнь была у детей в годы Холокоста. Тема Холокоста, она вообще очень щекотливая, очень сложная. И другого формата мы в данном случае не видели. Потому что рассказать – это самое главное. Рассказать причём через частную историю. Рассказывают о зверских преступлениях, о концлагерях, о политике, почему же всё так было. О жертвах. В учебниках по истории написано, что от рук нацистов полегло почти 3,5 миллиона только советских военнопленных. Количество погибших евреев во время Холокоста до сих пор точно неизвестно. Главная цель урока – в первую очередь повысить интерес к историческому прошлому Родины. Рассказать о подвигах народа, воспитать чувство любви, уважения и патриотизма к Отечеству. Я чувствовал страх и боль. Потому что сострадание, боль. Потому что очень не хочу, чтобы такое повторилось в наше время. Ну, я сочувствую тем, кто потерял своих родственников там. И вообще, что случилось в то время, это было очень страшно. Гибель, война – всё это было очень страшное дело. Мероприятие проходило в библиотеке Тазовской школы-интерната. Длилось 40 минут. В завершении дети задавали интересующие их вопросы по теме Холокоста. Также восьмиклассники активно выразили своё отношение к этой страшной трагедии, осуждая действия нацистов и любые проявления геноцида. Екатерина Зайцева, Анатолий Чернышев, Студия «Факт». В Тюмени член Русского географического общества в Ямал-Ниньском автономном округе Константин Путятин рассказал ямальским ветеранам о том, как когда-то осваивали родные им северные земли. Речь шла не только о далёком прошлом. Путешественник поделился воспоминаниями об экспедиции паруса Ямала с горизонта пришедшие. Как он вместе с товарищами ходил на катамаране, папской губе и реке Пур. Как они разгадывали загадки, истории, детали далее. Ушкуйниками называли новгородских пиратов, которые добирались до самого края земли, ямальских лесов и рек богатыми рыбой и пушниной. И после них из года в год приходили люди за дарами севера. За бесценок покупали у самоедов товары, а продавали их в три дорога на обдорской ярмарке. Член Русского географического общества на Ямале Константин Путятин провёл краткий экскурс в историю от Древней Руси до современности тем, кто всю жизнь прожил на Ямале, но на пенсию переехал на юг Тюменской области. Поражаешься выносливостью молодых людей и, главное, что интересу. Что у них появился интерес у молодых людей, что видно, что они не безразличны. А вот именно что их тянет, вот это изучение севера. Ну там есть, конечно, изучать что. Потому что мы сами приехали, чего-то не знали, чего-то не видели. А потом вот это всё, такая красота оказывается, север. Константин участвовал в экспедиции паруса Ямала с горизонта пришедшие. Тогда путешественники открыли забытые многими страницы северной истории, пройдя по рекам через пять районов. Им удалось побывать там, где давно не ступала нога человека. Например, в расселённом посёлке Ивайсале. В архивах мы нашли, что посёлки были образованы в 1932 году по постановлению народа депутатов, как фактория Ивайсале, Уренгой, Таркасале. Но мы понимаем, что не может фактория образоваться на пустом месте. И следы принесли нас сюда, в Кюмень. В 19 веке тюменские судостроители-вардроперы в промышленных масштабах вылавливали на Ямале рыбу. В честь них и назвали пролив «вардроперский сор». Историю Константина множество. Пути по краю земли уренгойцы провели 35 дней, преодолев почти 1800 километров по Ямальским водам. Книжные магазины и сервисы в России подвели итоги 2023-го. Самой популярной книгой в бумажном формате стала «Мастер Маргарита» в цифровом «Преступление и наказание». Классика бессмертна. Это подтверждают этазовчане. По наблюдениям библиотекарей, чем старше становятся северяне, тем чаще отдают предпочтение литературе из школьной программы. Сколько прочитали, на каких изданиях не успевала отседать пыль, знает Екатерина Фомичева. Для нее это место силы и релакса одновременно. Семиклассница София Салендер – частая гостья в детской библиотеке районного центра. Тропинку из дома к учреждению проложила больше пяти лет назад, когда в школьной библиотеке закончились интересные книжки. Читает София много за прошлый год. Это больше полусотни книг. Бывает, что я зачитаюсь так сильно, что могу сесть в обед, например, на выходных, а закончить уже под вечер. И когда меня отрывают, я словно оказываюсь в серых стенах. Мне нравится книга тем, что можно увидеть мир более красочным, узнать что-то новое. Для расширения кругозора – классика. Для души и уютных вечеров – фантастика и детективы. В целом, вкусы Софии отражают общие тенденции и предпочтения юных читателей до 14 лет, отмечают специалисты. Сегодня в фонде детской библиотеки порядка 13 тысяч разножанровых книг. Во взрослые – примерно столько же, около 12 тысяч. Плюс литературные ассортисты каждым годом становятся все вкуснее и больше. За 2023 сюда поступило почти 2500 новинок. Если говорить о людях старшего возраста, то будем говорить, конечно же, о детективах, о романах, о легком чтиве, когда человеку просто нужно скрасить свой досуг. Если говорить о тех людях, категории граждан, которые у нас работающие, так скажем, они возвращаются, очень многие перечитывают именно классическую литературу, которую читали когда-то по школьной программе. И, может быть, хочется как-то по-другому взглянуть на эти произведения, переосмыслить их. Молодежь сейчас к нам в прошлом году поступили графические романы, и такие же популярные жанры, как манго, читают эти направления литературы. Второй год в топе у взрослых северян книги по психологии и мотивации, а еще бестселлеры Бакмана. Всего же за 2023 жители района взяли подсчитать в библиотеках почти 57 тысяч изданий. В статистику входят журналы, самые популярные «За рулем», «Чудеса и приключения», а также онлайн-книги. Здесь в топе нуарные романы Анны Дар. Хочу сказать, что менее популярными в прошлом году мы не стали. Поэтому очень радует, что наши читатели, пользователи участвуют в наших конкурсах, мероприятиях, в проектах. Это очень радует. Ну и, конечно, посещают библиотеку. В этом году, в 2023 году, у нас зарегистрировано 6396 читателей. Из них дети до 14 лет – это 3100 человек. В 2024 курс на новые идеи. В год семьи, например, в библиотеке будет проходить конкурс с книгой «Дружит вся семья». А грантовый проект «Буквальное пространство» превратится в творческую лабораторию для креативных северян всех возрастов. Он стал одним из лучших в федеральном конкурсе «Гений. Место». Подробнее о чтении во всех его проявлениях и современных форматах работы районных библиотек вы сможете узнать из программы «Наше интервью». Она выйдет в эфир сразу после новостей. Ну а новости уже завершены. Всего вам самого доброго. До встречи в эфире «Студия Факт». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok